Наша сила и правда И безбытки дарит заманцовской рукой И надежду, и мир, и покой Пусть Господь благодатью своей Просвещает смелетных людей И отцовской рукой нам дарует покой Боги родности, мир и любовь И отцовской рукой нам дарит Боже, Ты всегда слава ослаби Благодатью дневной оби Свою руку просты Счастье мир подари В новой жизни сердца оживи Свою руку просты Счастье мир подари В новой жизни сердца оживи И пусть хранят сыны Израилева субботу Празднуя субботу в роды свои Как завет вечный Это знамение между мною и сынами Израилевы Навеки Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю В день седьмой почил и покоился Доброе утро, дорогие наши братья и сестры Мы рады приветствовать каждого из вас на этом месте Рады приветствовать особенно гостей Тех, кто впервые пришел к нам в гости Наша церковь Дом Мира создана для того, чтобы Нести миссионерскую весть русской и англоговорящим Людям города Ванкувера Для того, чтобы поддерживать друг друга И прославлять Господа, изучать Слово Божье Давайте вместе прославим Бога пением псалма Пою Творцу я песни хвалы За мудростью чудес И приношу ему дары Чеса буда небес Он словосилыш сказал И тьму рассеял свет И жизни целый мир восстал И мрака больше нет Небесный свод он распростет Под множеством миров И цепь высоты, свежий гор Понял до благов И солнцу близ свой яркий свет Для жизни всей земли Он повелел Он повелел Природит и в небе Я словлю мудрость Бога сей Точью нам и состал Селевою Все утвердил И сердцем Закон свой дал Творец мудрый И благою Я ревную мощь Творец мудрость И я солнце И мрак Правда и суд Основание престола его Пред ним идет огонь И вокруг попаляет врагов его Молнии его освещают вселенную Земля видит и трепещет Горы как воск тают от лица Господа От лица Господа всей земли Небеса возвещают правду его И все народы видят славу его Да постыдятся все служащие стуканам Хвалящиеся идолами Поклонитесь пред ним все боги Слышит Сион и радуется И веселятся чери Иудины Ради судов Твоих Господи Ибо Ты, Господи Высок над всею землею Превознесен над всеми богами Любящие Господа Ненавидьте зло Он хранит души святых своих Из руки нечестивых Избавляет их Свет сияет на праведника И на правых сердцем веселия Радуйтесь праведные О Господи И славьте память святыни его Как ваше настроение? Вам грустно, что прошло лето? Или уже соскучились по школе? Кто хочет в школу? Поднимите руки Я очень рада за вас У одного плохо У него это болит Но у меня все прошло нормально Я пошел в один из кемпов В Винсконсине уже Детки, как вы провели лето? Кто еще хочет высказаться? Где вы были? Были на кемпе Мне лето понравилось Мне тоже Я за вас очень рада Надеюсь, вы хорошо отдохнули И сейчас Полны сил Приступите Вступите в новый учебный год Я вам хочу рассказать историю Про то, как потерялась одна овечка На поле паслось много-много овечек Сто штук Их пас пастырь И целый день Овечки кушали сочную травку Паслись А к вечеру Пастырь повел их домой И подходя к загону А что такое загон? Вы знаете? Что такое загон? Загон Это вольер для животных Ты так сложно объясняешь Ты объяснишь, чтобы детки поняли По-простому Загон Это место, которое Ограждаемое забором И для чего оно предназначено? Чтобы животные не бегали По всему месту Это такой специальный домик Куда овечки приходят на ночлег И вот в этот вечер Овечки подходили к загону И через маленький ворот Пастырь считал Сколько штук Чтобы убедиться, что никто не потерялся И вот он считает 1, 2, 3, 97, 98, 99 Сотой овечки не было Пастырь подумал Ну, наверное, я устал за день Посчитаю еще раз Начиная с начала 97, 98, 99 Одной маленькой овечки не было И он очень расстроился И думал, что же делать Она же такая маленькая Беззащитная Где же она затерялась? Посмотрел А на улице начиналась буря Небо было черное-черное Капал дождь Дул холодный ветер И что сделал этот пастух? Как вы думаете? Закрыл ворота и пошел спать? Что он сделал? А как он поступил? Детки, как вы думаете? Он пошел искать А девочки как думают? Он запутался в кусте Кто? Овечка Ну, подожди Ты не раскрывай всю историю Он пошел на поиски овечки Он шел в темноте Кричал ее, звал Но вокруг была тишина Он не переставал искать Звал, звал И прислушался И вдруг услышал Тоненький голосок Где-то там, за камнями в кустах И как вы думаете? Кто это был там? Его овца Да, это была маленькая овечка Она запуталась в кустах Он взял ее на руки Освободил от колючек И сказал Как же долго я тебя искал Пошли домой Он был очень счастлив Что он наконец-то ее нашел Детки Люди очень часто уходят От Христа И Наш Христос Как тот добрый пастор Он нас ищет Несмотря на Сильный ветер Холодный дождь Он нас ищет Он хочет Чтобы мы все были дома Чтобы мы были в безопасности И были счастливы Есть даже такое пение Ласково, нежно Спаситель взывает Ждет И тебя И меня Давайте мы с вами помолимся Чтобы все люди Которые потерялись Заблудились И не могут найти Дорогу ко Христу Чтобы они обязательно нашли Давайте об этом помолимся В кружок встанем Кто хочет нам молиться Дорогой Господь Спасибо за сегодняшнее утро Спасибо, что сегодня суббота Спасибо за эту историю Сделай так Чтобы мы от тебя Не терялись И не слушались Сатану И чтобы мы были Всегда послушны тебе Аминь Аминь Спасибо большое У нас есть особая Здесь Традиция Когда мы Благословляем Наших деток Аароновым Благословением И так как Петр говорит Что мы все Являемся Царственным Священством То мы все Будем Говорить Аароново Благословение А детки Пойдут Под вот этот Прекрасный Шатер Который мы Сейчас С дядей Олегом Сделали И так Мы приглашаем Общину Повторять Все вместе Аароново Благословение Число 6 Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Свое На Тебя И даст Тебе Мир Аминь Каждый день Встречая И Вижу я В глазах Людских Беспокойство Постану К тому Когда приду Пой Свою Число В труди Жизнь Волна Тебя В Тоби Смехи Дивых Смехи Слышит Только Бог Людям Нужен Бог От не сбывшихся мечты О святых дарах Людям Нужен Бог Людям Нужен Бог Бог Нужен Нужен Бог Нужен Нужен Боже Свет Мы Горь Несем Мир Что Сно Зовет На Бог Он Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не чувствуется начало осени Мы рады приветствовать тех, кто сегодня пришел к нам в гости В связи с молодежной конференцией И мы рады приветствовать вас здесь, в стенах этого гостеприимного места В котором мы будем в ближайшее время находиться На протяжении последнего месяца мы рассуждали на важные и серьезные темы, касающиеся нашей верности Богу Потому что эти вопросы сегодня поднимаются Эти вопросы сегодня беспокоят людей А верно ли то, что сегодня новозаветний христианин должен возвращать десятину А куда возвращать десятину А куда возвращать пожертвования Мы провели с вами две проповеди, в которых мы исследовали вопрос И пришли к выводу, что десятина Это установление, которое было дано еще до возникновения левицкого священства До Синая Мы также разобрали с вами и вопрос Как выглядели пожертвования в древнем Израиле Что это фактически была вторая или храмовая десятина Мы даже с вами выяснили некую такую формулу Которая фактически можно ее видеть на основании того, что у нас записано в книге «Второзаконие» 14 глава И согласно этой формуле, если мы помним, то мы говорили Если у кого-то доход тысяча долларов Соответственно, сто долларов это принадлежит Богу Так, соответственно, в нашем распоряжении То, что наше есть, не Божье Остается девятьсот долларов Которые мы разделяем таким образом, что с них Если бы мы были бы в Израиле Отсчиталось бы девяносто долларов Из которых бы шестьдесят Да, первые два года Можно так это математически пересчитать Ушло бы на нужды богослужения А тридцать ушло бы на поддержание вдовы и сироты Вот То есть, таким образом существовало это установление Вы знаете, по какой-то причине Каждая из проповедей Я вообще планировал сказать в июле всего одну проповедь Но почему-то по какой-то причине Всякий раз я говорю проповедь У людей возникают вопросы Я опять говорю проповедь У людей возникает еще вопрос Поэтому получается уже Это третья проповедь Но она будет последняя Но тем не менее Я это делаю, потому что У людей снова возникли вопросы Один из наших подписчиков на фейсбуке Написал такой вопрос Понимая, что впервые десятина Употребляется по отношению к тому Что сделал Авраам Мелхиседеку Задал человек вопрос На что израсходовал Мелхиседек десятину Сегодня мы попытаемся Исследовать вопрос Если мы понимаем И мы уже к выводу этому Пришли на первой проповедь Что Яков Пример у нас есть такой Отдает десятину Богу Со всего Что он ему дал И мы с вами решили Это библейский принцип То есть То, что Бог нам дал Вот то, что мы видим Что Бог нам дал Если мы понимаем Может быть кто-то понимает Что Бог человеку ничего не дал Но это уже вопрос Личного отношения с Богом Вот это очень важный вопрос Потому что часто Приходится Видеть такие вопросы А вот вы такие Сякие Принуждаете Еще раз повторяю Вывод Который Мы сделали На самой первой проповеди Вывод заключается в том Что То, что Бог дал То есть Это вопрос Личных Взаимоотношений С Богом То есть Никто ни в чей Кошелек не лезет Но это вопрос Личных Взаимоотношений С Богом То есть У Якова Это был вопрос Личных Взаимоотношений С Богом Человек понимает Вот это То, что Бог Мне дал Да Но вопрос А что дальше? Куда это вернуть? Как это Сделать? Вот это вопрос Который Сегодня Я знаю Интересует Не только Адвентистов Потому что Сегодня Мы знаем О том Что Очень многие Христиане Их Начинают Интересовать Установления Которые Бог давал Через Моисея Многие Христиане Начинают Задумываться О том Что Недостаточно Лишь Повторять Отрывочные Заученные Фразы Из Новозаветних Текстов А надо Идти Глубже И Исследовать Писание До конца От начала Вот И поэтому Они Приходят К пониманию Того Что Такое Десятина Не в том Виде Как Это зачастую В церквах Как говорится Преподавалось Традиционных Я помню Еще Когда я был Пастором В Нью-Йорке К нам На богослужение Приходили Разные Верующие Люди Христиане И Они Участвовали В сборе Добровольных Пожертвований И приношений Мы Тогда Только Вводили Конвертики Это был 2003 Год Это было Что-то Новое Наш Народ Еще С тех Времен К этому Всему Не привык Вот А тут Понимаете Человек Взял Конвертик На конвертике Было написано Слово Десятина Ко мне Подошел Кассир И Там Было Вложено Что-ли Пять долларов Или что-то Такое Ну и Человек Спросил А что С этими Деньгами Делать Потому что Было Непонятно Я Увидел Почерк Я Знал Этого Человека И я Объяснил Кассиру Что Это Так Понимают Во многих Христианских Церквах Что Любая То есть Часто Они Любуют Хоть доллар Положил Это У них В некоторых Христианских Церквах Называется Десятин Ну Мы с вами Прочитали Неоднократно О том Что Яков Четко Говорит Из всего Да Когда он Пережил Этот прекрасный Опыт Когда На лестнице Ангелы Сходили Когда Бог ему Сговорил Я буду с тобой Он сказал Из всего Что Ты Мне Даешь Я Отложу Верну тебе Что Десятую Часть То есть Тут Математика Достаточно Простая Но Куда Что Делать Как С этим Поступать Мы поняли Что Бог Возвращает Что Бог Дает Мы поняли Что Надо Возвращать Куда И вот Я хочу Чтобы мы Прочитали Эту Историю Которая Записана В книге Бытие Книга Бытие Это у нас 14 Глава Это История Как Авраам Спас Содом И Гоморру От Завоевателей Которые Увели В рабство Не только Его племянника Лота Но и царей Содомских И Гоморских И вот Что у нас Записано Это Бытие 14 Глава И 18 Текст И Мелхиседек Царь Солимский Вынес Хлеб И вино Он Был Священником Бога Всевышнего И Благословил Его И Сказал Благословен Авраам От Бога Всевышнего Владыки Неба И Земли И Благословен Бог Всевышнего Который Предал Врагов Твоих В руки Твои Авраам Дал ему Десятую Часть Из Всего То есть Прежде чем Вернуть Все Что Ему Все Что он Отобрал У завоевателей Вернуть Хозяем Авраам Возвращает Десятую Часть Из Всего Кому? Кто Такой Мелхиседек И Где Находится Этот Салим Это Непростой Вопрос Непростой Вопрос Равинистической Традиции Принято Считать Что Мелхиседек Это Сим Старший Сын Логика В этом Такая Что Если Взять Бытие Пятую Главу И Посмотреть На Годы Жизни Сима И Годы Жизни Авраама То Очень Легко Увидеть Что Во Времена Жизни Когда Вот Эти События Происходят Да Аврааму Там Ну Сколько Ну Уже Не 75 Ну Может быть 80 Лет Там Плюс Минус Да Сим Еще Жив Но Возникает Вопрос А Что Такое Салим Ну Легко Было Бы Поразмыслить Может Быть Это И 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 Есть Некоторые Тонкости Вот Иерусалим На Иврите Это Иерушалаем Вот Салим Это Шалем И Здесь Есть Некоторые Несостыковки Хорошо Проблема В чем Проблема В том Что Что Мелхиседек Является Царем Евусеев Или Священников Евусеев То есть Есть Масса Вопросов К Этой Теории Которые Несмотря На То Что Лично Мне Эта Теория Долгое Время Нравилась Когда Я Впервые Прочитал Об этом В Медрашах Ну Вот Чем Больше Я Думаю Над Этим Тем Меньше Мне Эта Теория Нравится А Меньше Она Мне Нравится Вот Почему Послание К Евреям Седьмая Глава Дает Комментарий На Это На Эту Историю Вот Что Написано Ибо Мелхиседек Царь Салима Священник Бога Всевышнего Тот Который Встретил Авраама И Благословил Его Возвращающегося После Поражения Царей Которому И Десятину Отделил Авраам От всего Во-первых По знаменованию Имени Царь Правды Да То есть Мелхиседек Мелах Это царь Цедек Это праведность Вот Поэтому Как бы Здесь Имя-то Не совсем Собственное Это травины И Отследили Очень быстро Как зовут Этого царя Праведности Ну и поэтому Пришли к идее Что это Сим Ну вот смотрите Что дальше Пишет Послание К евреям А потом И царь Салима И дальше Говорит Царь Мира У Что это За интересный Язык Тут То есть В послании К евреям Павел Не пытается конкретизировать географическое положение города. Более того, он от конкретизации идет, скорее всего, в символизм, говорят, царь Салима, то есть царь мира. Читаем дальше, еще более интересно. Без отца, без матери, без родословия, не имеющей начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Без рода. Ну, мы знаем, почему, вот тут-то и получается интересный вопрос. Симу это не подходит. У Сима есть род. Там дальше Ной, до Адама. А тут без рода. Без рода. Без отца, без матери. И написано, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Это про кого? Это про кого? Вы понимаете? Давайте посмотрим, про кого написано, например, может быть, вы помните, про кого написано еще в Ветхом Завете, что он царь мира. Исайя 9. Откройте, пожалуйста, вместе со мной, посмотрите на экран. Исайя 9. Вот что у нас сказано. Обратите внимание. Има младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, а как его нарекут, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности. Кто? Царь мира. Вы видите? Царем мира назвать должно было родившегося спасителя мира. Кого? Иисуса. А Павел в послании к евреям царем мира называет кого? Царя правды. Мелхиседека. То есть он не говорит, что Мелхиседек был царем. Кстати говоря, обратите внимание, царь, священник, да, Мелхиседек был царь Салима, священник Бога Всевышнего. Вы заметили, кто-нибудь из людей был таким одновременно царем и священником. Один попытался, знаете, про кого я говорю? Про Озию из книги пророка Исаии и из книги царств, который решил, будучи царем, хорошим царем, делал угодное перед очами Господа, решил взять кадильницу и направился в Святое Святых. Помните, чем закончилось? Проказой закончилось. А здесь царь и священник. Священник Бога Всевышнего, а еще и царь мира, о котором написано Исаия 9,6. Давайте посмотрим еще одну характеристику, которая описана. Посмотрим опять евреям всем, посмотрим сюда и увидим еще не имеющий ни начало дней, ни конца жизни. Вы понимаете? То есть это про такого нельзя в Википедии написать. Год рождения, год смерти. У такого нету могильной плиты, где указаны годы жизни. Правда? У такого нету. а где-то может быть вы встречали в Ветхом Завете пророчество о том, кто не имеет тоже начала дней, конца жизни. Такой язык где-то у кого-то пророка встречали? Ага. Наверное. Наверное, это пророк Михей. Давайте проверим. Пророк Михей, пятая глава, вот что сказано второй текст. И ты Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле? И дальше что сказано? И которого происхождение от начала одни вечера? Это про кого? Это Мессия. Это про Мессию. Когда Ирод спрашивает у первосвященников и книжников народных, где должно родиться Мессии, ему этот текст цитируют. Вы понимаете, кому принес десятину Авраам? Кто его встретил и кто его благословил? однозначно не человек. Однозначно его благословил сам Мессия. Это однозначно. С кем встретился Авраам? Кстати говоря, эта дискуссия всплыла в Евангелие от Иоанна восьмая глава, где Иисусу бросили идею. Тебя нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама? Так так и видел! Вышел, благословил и принял от него десятину. к чему я это веду? Тот, кто мне задал этот вопрос на моей странице Фейсбука спрашивает, кто такой Мелхиседек? На этот вопрос мы ответили, а что дальше произошло с этой десятиной? куда Мелхиседек ее потратил? На этот вопрос естественно в Библии ответа нет, потому что я думаю, что мы с вами прочитали достаточно о личности этого Мелхиседека, чтобы понять, что у Авраама вот это было не просто формальное, да, подошли с корзиночкой, положили конвертик, а это был особый мистический опыт возвращения десятины. Мы в четверг встречались с группой, которая отрабатывает и обсуждает вопросы нашего чина богослужения и там прозвучала эта фраза, что возвращение наших даров и десятин это богопоклонение. Сначала я как-то на это дело пессимистично посмотрел, но посмотрел еще раз свежим взглядом на то, что священное писание говорит о мелхиседеке, что произошло? Мелхиседек выходит и благословляет Авраама, благословляет его после того, как он ослушался и пошел в Египет, там у него в Египте была проблема, что он Сару отдал в Гарем Фарон и так далее, и так далее. После этого мелхиседек выходит и благословляет. Возвращение десятой части это был ответ на это благословение. Сие есть богопоклонение. Так таки да, это опыт богопоклонения. Больше чем в Писании ничего не попишешь. Так и есть. Если мы понимаем, что мелхиседек это оказывается, исходя из седьмой главы послания евреям, однозначно не человек. Однозначно не человек. То есть это богопоклонение, это опыт соприкосновения с богом. Вот это возвращение Авраамом десятины было. Но вопрос хорошо. Все это прекрасно, а практически вот мы пошли на работу, мы понимаем, что бог дает нам здоровье, работу, силы, средства, у нас есть что положить на стол, у нас есть чем заплатить рен, у нас есть что налить в бак. Мы это понимаем, это бог, вот у нас отсчитали, математика простая, что дальше? Давайте смотреть, что дальше. Давайте возьмем примеры. В Библии очень часто, особенно когда речь идет о законе, мы видим не конкретные какие-то инструкции, а принципы. Вот это нам надо увидеть. А когда я говорю закон, я думаю, что вы помните, что я не говорю о десятисловии. В десятисловии ни слова про десятину нет. Но дальше появляется, и мы с вами разбирали, например, Левит 27 глава, где написано всякая десятина принадлежит Господу. Это я возвращаться к этому тексту не буду, а хочу, чтобы мы обратили наше внимание на то, как книги числа 18 глава Бог применяет как Бог поступает, как это описано. Итак, смотрите, теперь речь идет о священниках земных. Да? Вот у нас Арон. Он является родоначальником священников, и вместе с ним все колено Левит. И сказал Господь Арону в земле их не будешь иметь удела. части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. То есть, вы понимаете, с чего начинается разговор? Разговор Бога с Аароном. Это, кстати говоря, обратите внимание, вот это очень интересный текст. Когда вы читаете Тору, то есть, спытье по второзаконию, когда вы читаете Тору, вы не помните, какая фраза в Торе встречается чаще всего. И сказал Господь Моисею. Я это очень хорошо знаю, потому что у нас в общине есть свиток, а там не главный стихов. А мне надо открывать место. Так я же должен его найти по конкретным ключевым словам, а каждый абзац там идет Вайдабе Родона Эль Маше, Вайдабе Родона Эль Маше, Вайдабе Родона Эль Маше. И сказал Господь Моисею, сказал Господь, как пошла книга, начиная с середины исхода, вот это вот левит и числа, все сказал Господь Маше. А тут Бог лично говорит с Аароном. И здесь сказано, я твой удел в земле их удела не будешь иметь. То есть, что значит? Сразу говорят, не рассчитывай, что у тебя будут стада, не рассчитывай, что у тебя будет пахотная земля, не рассчитывай, что у тебя будет виноградник или сад, у тебя не будет. То есть, всем, всем, всем израильтянам, которые вошли в землю хананскую, каждая семья, вы понимаете, это вам не отмена там крепостного права в России, где образовалась куча безземельных крестьян, это вам не даже история Америки, где огромное количество тех же крестьян безземельных с Украины ехали в Соскочеван, там, в Альберту, где им давали там акры, на это нужно было идти, и так далее. Это все. Ты израильтян, ты получаешь землю. Но если ты из колена левина, ничего не получишь. То есть источника, знаете, такого стартапа для бизнеса у тебя нет. Почему? Потому что ты у меня на служении. И вот поэтому дальше сказано, Бог говорит, а сынам Левия вот я дал удел десятину и всего, что у Израиля за службы их. Кому отдал? Вернее, кто отдал? Кто здесь я? вы понимаете? Как было при Аврааме и Якове, мы не знаем. Да? Мы не знаем. Когда Авраам принес Мелхиседеку десятину, ну, мы не знаем. Мы знаем, например, когда ангел Господень, помните, Маной, да? Они положили козленка там и так далее, или тот же Гедион, ангел Господень встречался, вы знаете, это все превращалось в пламень и поднималось. Что с тем, что принес к ногам Мелхиседека Авраам, ну, не написано. Это мы спросим у Иисуса, когда увидим его. Это он, я уверен, что он ответит, что он с этим сделал. Но когда мы приходим спустя 400 там с копейками лет, то мы видим, как Бог поступает. Десятина остается, потому что он говорит, я дал. То есть десятина поступает Богу, а он этой десятиной распоряжается. и он дал ее колену левию. А почему так? Справедливо ли это? Ну, давайте подумаем. Скажите, пожалуйста, сколько времени любой священник или левит посвящал в год служения во святилище? Знаете ответ? Две недели? Потому что, согласно книге Паралипоминон, было сколько черед священников? Двадцать четыре. Ух ты, ничего себе! Что это получается? называется? Давайте в современных экономических терминах поговорим. Написано из всего, обратите внимание, из всего, что у Израиля. А что значит все, что у Израиля? А сегодня у экономистов есть термин, называется валовый национальный продукт. От этого отмечается размер экономики государства и состояние экономики и приоритеты государства. Например, самая большая экономика в мире это там, где мы живем. хорошо, а когда касается вопроса обороны и военных расходов. Есть цифра, я не помню. Соединенные Штаты Америки расходуют по-моему 7% или 5% валового национального продукта. Это большая сумма, потому что это триллионы долларов, но процентах это 5% валового национального продукта на оборону. Советский Союз в то время, когда министром обороны был такой известный сталинский маршал Дмитрий Федорович Устинов. Вы помните такого в книжках истории? Так вот, Советский Союз в это время в пересчете на современные экономические термины расходовал 60% валового национального продукта на нужды обороны для того, чтобы догнать и перегнать Америку. Чем это закончилось экономически? Это мы все прекрасно знаем. Какой Советский Союз пережил экономический крах. Так вот, что здесь написано? В экономических терминах здесь нам написано, что Бог повелевает колену левину стать получателем 10% валового национального продукта. Ого! Ничего себе! Это больше в процентном отношении, чем получает Министерство обороны уже нашей новой Родины. Больше! А что они делают? Две недели в году работают? Хорошо им живется? Но не совсем так. Давайте прочитаем некоторые, я покажу вам некоторые примеры. Пример первый мы возьмем из книги Второзакония 17 глава. И здесь сказано о царе. И в 18 тексте сказано «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников и левитов». Иными словами, книга закона свиток Торы, я, кстати, сейчас вам могу его показать, чтобы вы могли себе представить. Вот. То вот этот вот такой, если мы говорим свиток, вы знаете, давайте поговорим про экономику этого свитка. Вы знаете, из чего он состоит? Он состоит из отдельных листов пергаментных, это тонко выделанная кожа, которая берется из живота овцы. от бытия до второзакония. Сколько таких листов? Знаете? 47. Где-то 47, где-то 45, ну, в общем, 45, 47, иногда 43. Так вот, получается, чтобы произвести такой свиток, необходимо 45 овец. А это все у священников и левитов, то есть левиты должны это получить для того, чтобы иметь материал для работы. 45 овец это десятая часть с 450 ягнят, которые являются приплодом скота. Вы понимаете? То есть математика здесь, она примерно такая. Я вам просто показываю один из примеров, то есть для чего колену левиену была десятина. Одним из примеров, как колено левиену использовало десятину, это производство священных свитков. Вы понимаете? Очень дорогое производство. Требовалось много ягнят, овечек, чтобы произвести Слово Божье и нести это в народ. Интересно, что фактически, если вы посмотрите, до того, как в израильском народе появился царь, кроме десятины, в Израиле не было никакого налога. Какая средняя ставка налога, которая взимается с обычного работающего человека, не в курсе? От 15 до 25 процентов. То есть мы отдаем государству. государство половину из этого расходует на армию. А вы знаете, что Бог обещал? Вот почему они говорили, почему Бог говорил, что царь нежелателен? Царь нежелателен был, потому что у Бога был совершенно другой план. Этот план заключался в том, что священники, левиты не только делают ритуалы символически указывающие на план спасения на Голгофе, но кроме этого занимаются вопросами издательской деятельности и образовательной деятельности. Если народ научен Божьим путям из книги священной, которая доступна, то фактически народ следует по путям Божьим, живет по заповедям Божьим, получает что? Благословение Завета. Одно из благословений Завета десять из вас прогонят тьму, и я успокою врагов ваших. А если Бог обещает, как благословение Завета, что врагов не будет, это значит армии не надо. То есть десятая часть в Израиле расходовалась прежде всего на образование. Вот вот кто были левиты. Это фактически было министерство просвещения. Я не даром употребляю слово просвещение. Вы знаете, что такое Тора? Слово Тора происходит от существительного ор, свет. То есть Божье слово это свет. Ну, естественно, по-разному можно просвещать, но по-божьему просвещаем светом из Божьего откровения. То есть если народ просвещен, знает, что делать, а не так, как в истории из книги Судей. Помните, был такой Миха, у которого мама была очень набожная женщина. Помните, они там серебро искали. И что с этим серебром делали? А как же она говорит, я его Господу, Богу посвятила, а что же она сделала? Да не виноватая она. Не знала она такой элементарной вещи, как заповедь номер два. А почему не знал? Ну, извините, Библии, которые вы в руках держите. Это же достояние последних ста лет. Вспомните ваших собственных бабушек, кто из них был грамотными. И когда Библия стала печататься пятьсот лет назад с копейками. А до этого вы понимаете, что какая ответственность серьезная? Недаром Бог говорит в начале 18 главы книги числа, обращаясь к корону следующими словами. Ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. Ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. То есть вы видите серьезнейшие вещи, серьезнейшая ответственность. Это не просто пришел, что-то там поделал две недели, пошел и сидишь телевизор смотришь. Нет. Кто-то из священников занимался семей, выделками кож, кто-то занимался, были книжниками. Вы знаете, кто самый первый книжник в Библии упомянут? Ездра, он же и священник, потому что испокон веку, с времен Аарона, когда Моисей, да, закончил свою книгу из Второзакония 31 глава, Моисей все записал в книгу, вот, и дальше сказано, что Моисей вот вписал, вот, 24 стих, все слова закона сего до конца и повелел левитам и священникам возьмите книгу закона. То есть, Моисей передает левитам и священникам вот эту книгу, не просто для того, чтобы она там была священной реликвией, а для того, чтобы с нее преподавать, просвещать народ Словом Божьим, потому что в просвещении этом через Слово Божье открывается благословение Завета. Не просто, так все было устроено. Вот как Бог направил эти деньги. На что фактически? Нет. Она шла в работу, правильно? Она шла в работу. Ну, понятно, что левиту нужно что-то кушать, но всякие, вот сейчас мы как раз это увидим, как Павел это описывает. Павел шла в дело Божье, в дело Божье, правильно вы понимаете? Правильно вы понимаете? А вот посмотрите, что говорит по этому поводу Павел в первом послании Коринфянам, девятая глава. Вот посмотрите, как написано. Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего, не мое ли дело вы в Господе? О, что Павел говорит? Это моя профессия. Дальше что написано? После всего, как он описывает жизнь проповедников, он говорит такие слова. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадив виноград, не ест плодов его? Кто пася стада не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждение это говорю? Не то ли же говорит и что? Закон. То есть, он обращается к Торе. И во Моисеевом законе написано не заграждай рта у вола молотящего, а в Аллах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Кто пашет, должен пахать с надеждой. Кто молотит, должен молотить с надеждой. Если мы посеяли вас духовно, велико ли то, если пожнем у вас телесно? Разве и вот вывод? Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Мы только же с вами это прочитали. Никакого удела тебе нет, ты работаешь на меня. Это Аарон. Вот вам священнодействователь, он питается от святилища. Все вопросы, связанные с проповедью Евангелия, то, что Израиль должен делать, это все должны были возглавлять священники и левиты, и вот это 10% валового национального продукта, оно поступало для того, чтобы дело Божье росло не только в Израиле, но и во всем мире. Дело Божье росло не только в Израиле, но и во всем мире. А тут Павел говорит то же самое, 14-й текст. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Друзья, мы, принцип того, как в Израиле финансировалось святилище, переносится на финансирование евангельской работы. А святилище финансировалось чем? Тем, что люди отдавали кому? Богу! Бог сказал, я дал левитам. Я дал левитам. То есть человек понимает, что Бог ему дал, человек понимает, что с того, что Бог дал, по примеру Якова возвращается десятая часть, Бог говорит, в Ветхом Завете я даю левитам, а в Новом Завете Господь, обратите внимание, это Павел говорит, Господь повелел. Куда? на дело Евангелия. Друзья мои, что это значит? Что это значит? А здесь стоит общий принцип. Принцип простой. Бог использует то, что мы возвращаем Ему на свое дело по спасению этого мира погибающего. Вот это принцип, куда должна идти десятина. Основанный на первом Коринфянам 9 глава 13 и 14 стих. Как это понимать в нашей личной жизни? А в нашей личной жизни мы должны это так и понимать. Мы должны возвращать наши десятины туда, куда мы верим, что они пойдут на проповедь Евангелия. я приведу простой пример. Вот человек, слушай, я сейчас то, что я говорю, я начал говорить с того, что этим вопросом интересуются не только адвентисты. Ну, возьмем пример адвентистов. Вот человек говорит, я адвентист седьмого дня, являюсь членом церкви адвентистов седьмого дня. Мы уже говорили, это вопрос взаимоотношений, вопрос десятины, это вопрос личных взаимоотношений Бога и человека. Но давайте возьмем и пройдем еще один шаг вперед. Вот человек говорит, я адвентист седьмого дня, я член этой церкви. Потом встает и говорит, А вы знаете, братья и сестры, десятину в церковь возвращать нельзя. Вы понимаете, что человек просто нечестен перед самим собой. Ну кто такого человека заставил стать членом церкви адвентистов седьмого дня, если он не верит, что церковь адвентистов седьмого дня не благовествует Евангелие по всему миру. Я лично в это верю, поэтому я и часть ее. Я верю, что церковь адвентистов седьмого дня, пусть не является совершеннейшим, и скорее всего совершеннейшее не создает, а Израиль, что был совершеннейшим, но тем не менее, это инструмент, с помощью которого в это последнее время, Бог совершает работу по спасению этого погибающего мира. То есть у меня нет проблем, если человек, например, решил, что, допустим, какой-то там Иван Иванович совершает такое очень хорошее евангельское служение, он создал в Средней Азии серию детских домов, где сироты, там, мусульмане, делает он самостоятельно и так далее. И, допустим, этот человек говорит, все, он делает Божье дело, я ему отдам свою десятину. Но это все хорошо? Но вопрос, а где твой родной дом? То есть, если ты хочешь и считаешь, ну, то будь частью служения этого Ивана Ивановича Иванова. Может, он и хорошее дело делает. В любом случае, человеку, который верит и имеет личное взаимоотношение к Богу и понимает, что нужно отделять десятину, ему куда-то это нужно вернуть. А куда? А туда, куда человек верит, что это служение проповедует Евангелие? Чему мы верны? Туда и возвращаем. Что есть нашим родным домом, то мы и поддерживаем. И это во всех вопросах. несколько лет назад во время американского Сен-Сгивена в церкви, в которой мы тогда были членами, был сделан призыв поддержать служение по благотворительности, такое-то, такое-то там раздают туфли, обувь деткам в Латинской Америке. Хорошая вещь, прекрасная вещь, слава Богу, это работа Христова. Но я задал этому человеку вопрос, я задал этому человеку вопрос, хорошо, а эти люди, которые отдают, ну, как говорится, это делают, обувают этих деток в Латинской Америке, они адвентисты? Он говорит, нет, а какая разница? Большая разница, знаете, какая? Я спросил этого человека, а ты сам кто будешь? Адвентист. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты отдаешь не в адвентистское служение? Есть же адра, это на международном уровне, есть адвентистское, вот здесь в Америке адвентист комьюнити сервис, вот тут рядом, рядом, да, если, да, то есть, пожалуйста, есть же наше служение, понимаете? Прошлую проповедь, которую я говорил, я закончил, если вы помните словами, что эта церковь, если мы принадлежим, она наш родной дом. Какой у нас приоритет? Я не против поддержать Ивана Ивановича Иванова с его проектом про детские дома, я не против, но где есть наш родной дом, наша семья, которые мы являемся частью. Нормально ли, если мы свой родной дом оставим без того, 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 а пойдем будем, как говорится, другой дом кормить? То есть, определиться надо, определиться. Если мы верим, что эта церковь несет свет евангельской истины по всему мере, если мы согласны с ее миссией, если эта церковь становится нашим родным домом, значит, это наша семья. И, значит, евангельское дело, которое несет эта церковь, наше общее дело. И мы часть его, готовы ли мы стать частью этого евангельского дела? Если это ваше желание совпадает оно с моим, то давайте будем молиться. Всемогущий Господь, мы видим Твою мудрость в Твоем законе, мы видим как Ты направляешь наши руки, нашу энергию, наш труд таким образом, чтобы мы же сами получили благословение. Благословение от того, что этот мир узнает о Тебе и во время близко и скоро Господи Ты придешь и будешь нашим великим царем. Господи, помоги нам нести свет этому миру и помоги нам поддерживать служение Евангелия по всему миру нашими талантами, способностями, всем тем, что Ты нам даешь. Помоги нам быть верными и посвященными Тебе. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Новый год Задо Счастья я пришла к Тебе, вся прелесть Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!